Всем доброго времени в суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Демастер. Мы продолжаем играть с вами в черную книгу, и у нас первая глава, как в бане подменяют. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Значит, беса ты себе взяла нового? Да, нет, взяла. Ну-ну, пополняй стают свою, да смотри, чтоб не замучили. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатьми-то делать. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Окей. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Ну, осинового беса кого-нибудь, наверное, нужно. Так, осиновая печать. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй как бы. Не осину же трогать? Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. А где? Пока не знаю. Надо мне внедриться. Внедриться, чтоб подумать, вспомнить, нифига себе. Пока обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай нечисть. Может, случай подвернется. Понял. За работу. Ясно. Тогда пора за работу. А ведь это что такое? Бесы вернулись. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать? Ну, а что ты хотела? Знала, на что идешь. У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой. Ну, блин, она... Она что меня пародирует? Только я сказала, ой, а она такая, ой, что за фигня? Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. А если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в пестере. Плетенные за корзиной декора, понял. Но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. В пестере вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь. Ох, дед нагрузил, нагрузил, конечно, тварь. Так, хорошо, погнали. Пестер с чертями. От деда Егора досталась пестер с полными чертями. Так. У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Бесы выполняют работу некоторое время, один день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнаете, вы сможете пролучить специальное имение. Черти лучше справляются с любимой работой и имеют больше шансов выполнить ее превосходно. Что обучайте, не мучайте вас. Не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Так, стойкость к статусу оберег. А, они еще и грехи, смотрите, дают. С защитой. 4 хп. Вот этого можно отправить, он нам не даст, да, никакого греха. А, в любом случае будет грех, да? Куда бы он ни шел. Так, минус 1 к словам защиты. Минус 4 хп. Минус к словам урона. То есть я прокачал плюс к словам урона, минус к словам урона, но у нас забалансено, да? Понял, стойкость статуса оберега. А оберега это что у нас? Это черная книга, дайте почитаем. У нас должно быть, да, про это сказано? Так, 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 так. Да, видите, у нас минус 1 урон ура стало, уроды. Ну погодите, я же умение это выучил на плюс урон. А, я плюс урон не выучил. У меня теперь все минус 1, капец. И что делать? Я не хочу их отправлять, чтобы они мучили людей, понимаете? Это, типа, ну это же неправильно, наверное. И что, их теперь у себя держать? Минус 1 с уроном? Офигеть. А еще и плюс 3 дает греха, вы понимаете? Куда я эту тварь не отправлюсь, где будет... Капец. Понимаете, плюс 6, плюс 5. Не, я не хочу на себя грех на душу брать. Наверное, буду мучиться. Блин, у меня еще и хардкорное прохождение, блин, капец. Черная книга, дайте потом, что мы можем с вами взять. Такие нужно скиллы взять. Можешь что купить, у меня 59 рублей в целом есть. Так, крепкая складная, жесть, снимает положительный статус, порча, руда, раба. Раба теперь 2 защиты дает, прикиньте, вообще капец. Авдеи 4, тоже 4 дает, капец, капец, чуваки. Вообще ужас какой-то, ужас. Кила складная вообще лучше, чем уразы. В принципе, 3 уразы. Да что такое-то? Мне даже грустно как-то играть. Прямо во второй серии из-за этого. Ладно, давайте посетителей примем пока. Так, кто у нас там? Егор Евлампович, Василиса Федоровна, да к слову я, зашел поблагодарить. Перестал блазнить без-то. Вот и предмет, как и обещал. Давай. Старинная ступка. Мельнику эта ступка досталась по наследству, наверное. Уж больно она старая. Чувствую, что наговоры на ней были прочитаны. Трава, лечащий заговор, основной плюс один. Сломал чертище кое-что на мельнице. Ну да ладно, починим. У меня в запасе есть деньги-те, копейки-те на починку. Часть на мельницу, а часть внуку оставлю. Эх, ладно. А мне заплатить-то не хочешь? Надо было воровать у него деньги, а? Так, хорошо. Так, ну надо поставить мне этот слот, наверное. Ну они сами, походу, устанавливаются, пока есть свободные слоты, да? Ну давайте next-пуститель. Next, next, next. Кто у нас там? О, нифига, погреб какой-то. Так чё, я пришёл спросить, не передумали ли про бабу-тату? Я вот с гостинцем прибыл. Да отказаться зачем, не будем мы грешить. Я, блин, чертей на себя беру. Что, сглазить кого-то? Ты серьёзно, крестьянин? Ты меня за кого держишь, мужик? Ну уж нет. Да я не из киловязов. Эх, ладно. Сам чё-то придумаю. Ну, бывай. Давай. Здравия и долгих лет. Молочка к рынку вам кума передаёт с поклоном. Нифига, какой совет, чисто, смотрите, чисто военный, да? Русский. Колян, ты что ли? Колян, ты что ли? Здорово, дед Егор. Здорово, Колян. Ого, вышел из армии. И давно в Вильгарте вернулся. Уж с неделю. Кайф. Вишь, долгопялым каким стал. Сколько в тебе вершков? 12? Старая русская мера длины равная 4,4 сантиметра. Выражение человек 12 вершков просто означало, что его рост равен 2 оршинам 12 вершкам. То есть приблизительно 196 сантиметров. Нифига себе. Ну, с чем пожаловал? Слышал я, Василиса, про парня твоего. Знаю, тяжело близких телек. Но я по делу пришёл. Помощь нужна ваша. Вчера поспорили на сходбище. Говорят мне, побоишься ночью в баню идти. Сходбище. Вечерние посиделки молодёжи, как правило, в зимний период. Во время вечеринок совмещается работа. Например, переодение. А, это типа девочки собираются. С такими песнями и плясками. Также сходбище посиделок. Понял. А я нечисти-то не боюсь. На войне был. Чего-то там только не видал. Сами понимаете. Пошёл в баню ту. Нифига, а что это у него на руке? Которая заброшена. Смотрите, у него на руке, а как будто ли шрам, как будто бы след от руки. Время полночь или заполночь. Отворяю дверь, а там словно синий огонёк горит. Охренеть, чел. И тишина. Я оттянусь в каменку. Ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня мохнатой лапой. Хвать за левую руку. А, ну да, левую руку. Глядите, и след остался. Так, что там у нас? Бесы на мельнице, это окей. Банники, банники. В бане жил банный старост. Банником он хочет. Человеку защитить вот такими пугать. Банник, значит, окей. Не чистый. Держит меня, не отпускат. Вдруг говорит бабьим голосом. Возьми, мол, замуж. От руки как пламенем пышет. Тот меня жуть взяла. Возьми, да возьми. Ну, говорю, возьму. Ну, окей. Тогда я цепилась, чертовка. Я дёртый дал. Двигаю, как это. Как Сталин, чисто с трубкой. Эх ты, бесячья сила. Вы люди изнаткие. Помогите. Чё делать-то, а? Николай отправился в полночь за камнем из каменки. За руку его схватил какой-то бес. Кто это может быть? Единица может быть хотя бы. А дома нам банник, я думаю, это банник. Потому что, ну, прямо в баннике было в подсказке. Ребята пошутили. Ну, точно не третья, либо первая, либо вторая. Ну, я склоняюсь все-таки к банникам, поэтому банники. Поехали. В бане, говоришь? Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. Так, как выглядела чертовка? А, может быть, а может быть, да. Давай, Коля. Расскажете? Ну, я хоть сейчас готов. Так, чё, он теперь у нас остаётся? Не думал, что у знатких помощи придётся искать. Всегда только на себя рассчитывал. Как служил-то? Да долго сказывать. Потом может. Так, хорошо, у нас ещё один посетитель остался. Чё, Васька, говорят, знаткой заделалась? Тебе вот интересно будет. Мы собирали ягоды у Каджильского озера-то на днях. Да я вот и тебе принесла немного. Спасибо. Это там. От запольских недалеко. Набрели на поляну с ямами. Ой, страх. Так думала, может, тебе пойти. Вдруг там нечистый. Допквест накидали. Так, Дед Егор что-то у нас хочет. Ну, что, Вася? Хорошо знаткой-то быть. Али ещё что узнать хочешь? Так, ну, давай, Дед Егор, посяк расскажи. Ты сам-то колдуном стал, Дедушка. Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего, Явлампия Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. Так, ну, понятно. А когда детворы с эстелью, особо и не разживёшься. С эстель? А, так много. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Вот, родился и седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Подрос он, да не углядел я за ним. Грех какой. Ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что, черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Да, знания на то и нужны. На то мы и бесей приручаем. Приглядывал я как-то за Тимофеем. Играли с ребятами. Да и надоел он мне. Сругался я на него по-пострашному. Послал к лешему. Он и унёс его. Так и не нашли Тимошку. Исчез. Нифига себе. Эх, тяжело грехи носить, Вася. Ой, тяжело. Эта игра через Деда Егора намекает нам, что не нужно набирать грехи, понимаете? Я понял, я понял. Ты решил я, что колдуном стану. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Ну а как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было и вспоминать. Смое поживешь, поймешь. Окей, чистая сила. Да, я теперь распознать-то смогу нечисть. Как увидеть мне её? А никак. Побывала ты в мире нечистого. Сейчас и видеть всё будешь. И делать ничего не надо. Да, конечно. Вон я шёл с двумя крестьянами в прошлой серии. Чуть меня не скинули во враг. Да только тьма тебя теперь тоже видит. Ответ. Тебя будут преследовать демоны и духи. И взглянув во тьму, ты взор её на себе почуешь. Сильной будь. Держись. Наша эта доля. Сама путь свой протаряй. Как дом наш выстроили, дед? Так как? Давненько. Много тут народу жило. Ладно. Больше полсотни лет как выстроим. Всё по обычаям. Ну, ты и сама их знаешь. А кто выстроил-то? Не помню. Так дед мой, наверное. Ну всё, пора мне деться. Да нет. Пойду уж, дед. После поговорим. Не знаю. Может бесов всё-таки отправить... О, печь. Может такие черти отправить на задание. На урон хотя бы чёрта скинуть. Ну не знаю, чуваки. Нет, слишком опасно. Не хочу я вот эти грехи. Отражают величину плохих дел, которые вы совершили во время путешествий. Вот, да, видите? Нельзя, нельзя мне этим заниматься. Нельзя, нельзя ни в коем случае. Так. Ну всё, погнали. Дед Егор. Надеюсь, не заруинись. У вас появилась возможность брать на задание помощников. О. У каждого помощника обладает уникальная способность, которую можно использовать во время сражения. Класс. Наличие и отсутствие определённых помощников влияет на исход событий в игре. Класс. Николай. Пять урона? Ну... Я потерял в целом по одному урону с каждого атакующего заклинания, но в целом у меня есть Николай, который пятёр будет бить. Нормас. Лес возле избытия Егора очень старый. Здесь, как и рядом с избой, обычному люду не по себе. Окей, погнали. На дороге вы замечаете чёрный силуэт. Он подёрнут дымкой, и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении. Воздух наполняют звуки странной песни, которую исполняет демон. Такую мелодию вы не слышали никогда. По вашей спине пробегают мурашки от странных потусторонних переливов этой музыки. Ммм, давайте послушаем песню. Чё поют? Нечистый продолжает своё пение. Вы слушаете чёрта, задержав дыхание и не шевелясь. Вскоре мелодия разбивается о макушке елей и бесследно пропадает в ночной тишине. Вы чувствуете, что стали понимать демона чуть лучше, чем раньше. Внезапно у ног демона загорается колдовской круг. Через миг рядом с ним оказывается ещё один нечистый. Вот чёрт. И богорящий глаз. Ну давайте, давайте, крик его здесь бы. Призывает ещё одного демона, а этот три бьёт, да? У нас три защиты есть, отлично. Так, давай сначала, наверное, большого будем валить. Так, и мелкого тоже будем подваливать. Ну, больше нечего на себя накидывать, если честно. Может, на этого порчу лучше, а на этого крепким зафигачим? А на этого порчу. Ну блин, он сейчас ещё одного призовёт. Лучше всё-таки сразу фигачить мелкого, мы его быстро убьём. А вдруг я буду всё призывать и призывать? А у него четыре доходов, возможно, вызов помощника ещё четыре хода будет? Так, ладно, понял, поехали. Надо мелкого добивать, стопудово. А ну, чтобы Николай мелкого тоже бил, мне кажется. Чё он там делает? Каждое прощенное слово, кроме жестов, наносит вам один урон. А нифига себе. Блин, капец. Надо бы его быстро акта завалить. Три, пять, один. Три, пять, три, да? Это яд, да? М-м-м-м, серьёзная ситуация-то у нас намечается здесь, ребят, тушки. Складное накидываем, будем накидывать рабу, чтобы складное дало нам пять-семь защиты. Пять плюс три, восемь. Один урона пропускаем и уразы на правого чувака вешаем. В итоге нанесём ему пять урона, у него останется три хп, а потом ким-нибудь уразами или порчей, в крайнем случае, его добьём. Николай, ну раз в четыре хода, я думал, он каждый ход будет бить, помогать мне будет, понимаете? А он нифига не так работает. Ладно, у меня, если что, есть трава на хил, и если что, будем ею пользоваться. Три хп и яд накинул. Теперь за каждое прощенное слово буду получать дэмэдж. Дэмэдж шесть-шесть-три, ё-моё, чуваки, ну это, это подстава. Одни уразы нужно сюда сто пудово, дальше что мы делаем? Ну блин, даже не знаю, как мы, ну смотрите, у нас будет шесть-шесть, двенадцать урона, правильно? Давайте сейчас одну траву сожрём, пофиг, чтобы никуда парочку хп, чтобы точно просто не умереть. Накидываем на себя баф и накидываем на себя хил. Раз урон нанесу, два урона нанесу, три и сразу же выхилив всё, правильно? За яд. И они мне нанесут шесть и шесть, минус четыре, восемь урона, поехали. Ой, ключ не завязал, ну ладно, сейчас смогу завязать. А, я сначала себе плюс-2, сделану минус-1, понял. Капец, они почти меня убивают, посмотрите, пять хп остаётся. Да-да-да, нужно было его фигачить до конца, сначала, нужно было сначала этого убивать, короче, пацана, я понял. Весь дэмэдж в него, короче, кидаем, благословение на себя можно повесить, можно две порчи повесить. Три урона, пофиг на них, траву завязаем. Порчи пусть умирает как можно быстрее. На себя рабу повесим просто и два урона за дэп, а в следующий ход он нам поможет, не поможет этого. Но он сейчас будет призывать меньше до бесконечности, блин, мне кажется. Да, сложно, сложно, нас сейчас порезали очень сильно эти черти. Ещё и я-то пять. Надо было сначала всё-таки центрального фигачить, я об этом не подумал. Так, пять защиты накидывает на этого, да, блин, ещё и пять защиты накидывает. Капец урод, если честно, и этот меня шестёрой вообще бьёт. Так, давайте подумаем, как лучше всего сделать. Накинуть на себя дэп в четыре, чтобы задэпаться хотя бы от одной атаки. На этого ещё порчу навесить. О, Николай. Удар сюда. То есть, смотрите, я вешу на него порчу, Николай ударяет пять. И порча на него навешивается... Угу, давайте подумаем, нужно подумать. Порча плюс три, три плюс пять, восемь, восемь плюс пять. О, он умирает, кстати, да. И можно ещё крепче камни накидывать вот так вот, чтобы ещё остальным по одному урону нанести. И потом в следующий ход ещё... А, на мне яд. Лучше вообще ничего больше не кастовать. Всё, этого будет достаточно. Мы убьём центрального демона, самого опасного. Этого будет достаточно. И я там не так много себе задамажим. Он нам не нанесёт четыре урона, а этот нанесёт шесть. За два затянания восемь, у нас два хп останется. Траву пока жрать не будем, в следующий раз и жмём траву. Поехали. А, у нас же шесть ещё брони, так что мы точно не сдохнем. Да, да всё, порча восемь, она его убьёт. Так, хорошо, яд закончился, он у меня снова яд набрасывает, да, это защиту на него бафает, да. Так, травами хиляемся, соответственно. Так, ну, раз этот бафы накидывает, то... Наверное, стоит убить сначала его, правильно? Можно крепкое закинуть, три урона он нанесёт. А, можно сначала до благословения на себя накинуть. А, два урона пропустить, потом закиняться травой, правильно? Потом крепкое закинуть сюда, но с двумя уронами три нанесёт. И... О, вот эту штуку, руду. Хотя, можно всем противникам нанести. Оно, опять же, крепкое, на следующий ход останется. И с благословением, прямо урона будет вообще ништяк, мне кажется. Поехали. Четыре. Два. Два, отлично. Оно, конечно, сейчас на меня яд опять повесит. Неприятная штука, но... Чего уж поделать. О, яд-то сейчас получается раз, два, три, четыре, пять урона мне можно нанести. Пять хп сносит этот чёрт. Это тоже на него бафы вешает. Ну... Чё делаем? Нужно подумать, что мы с вами делаем. Пять урона, нужно в любом случае забафаться на деф. Обычной штукой. Урон, урон, урон. Какого урона тут урона? Пять и... Два получается. Эта же штука ещё плюс урон нанесёт, да? Пять и два, это у нас шесть. Ну, одни уразы, короче, в этого делаем. Черта. Хотя, погоди. Не-не, могу уже, знаете, как сделать? Могу сюда. А, у него пять защиты. Поэтому на него лучше порчу повесить. Снимает положительный статус какой-то. Ну, нет смысла сейчас, складная, кстати. Мы можем снять с него траву, уничтожить... А, уничтожить у него защиту? Давайте сделаем. Уничтожить защиту. Сейчас мы его нормально так пробьём. И получается нанесем себе пять урона. И он нам наносит ещё пять, но мы четыре дефаем. Поэтому у нас остаётся хп. Всё, поехали. А, мы этого правого не добились, что ли? Вот чёрт, конечно. Так, хорошо. Ход Василисы. Что можем сделать? Давайте подумаем. Опять на нас атакует и яд вешает, да? Есть у нас порчу какую-нибудь на него повесить? Порчу не можем. Но можем, конечно же, сделать... Вот так и так. Снимает положительный статус. Так, нужно думать, если честно. Ну, уразами одного добьём вот этого правого, да? Вот его добьём уразами, предположим. На себя накинем деф обычный, чтобы нам три урона на него не несло. И рудой можем чё... А может с ним, с него положительный статус, если вот так сделаем? Ну, а себя нужно похилять. Тут без шансов. Капец, обычных бесов повстречал. Пять минут с ними уже дерусь, капец, сложно. Надо было центрального, короче... Надо было центральных, видимо, бесов, которые кого-то призывают, всегда валить в первую очередь. И всё, сейчас тупо один на одно заклинание убиваем. Любое. Всё, чел, отъезжаешь. Хиляться есть? А могли бы не делать заклинание, на самом деле. Надо бы выхилку, мне кажется, ещё взять. Складываю количество ключей в книге в следующем ходу. Окей. Надо было просто Николаем атаковать, мне кажется, на пять урона, а самому пропустить ход. Тогда бы я не получил бы лишний урон. Фух, сложная фигня была, да? Давайте дальше пойдём. Русалья-заводь. Эта живописная заводь получила своё название от того, что когда-то тут видели русалок. Я, сколько живу, ни разу не встречала. Пойдём. Впереди вы замечаете странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблёскивая чешуёй в лунном свете. Хм... Так, впереди... Ну, разогнать змей хворостом... Не знаю, прочесть заговор от змей, мне кажется, уже неплохо, Варик. Николай, помощь. Знаете, так выглядело, как будто байтит нажать. Обойти змей стороной. Ну, давайте, может быть, Николай знает, как со змеями драться. Просто интересно. Просто эти три варианта, а не какие-то дефолтные. С Николаем интересный, Варик. Николай только усмехается. Он играючи подбирает большой камень и швыряет его прямо в змейный клубок. Большая часть змей уползает в свои норы, но несколько разъярённых гадов направляется в вашу сторону. К счастью, рядом с выкорчеванным камнем обнаруживается лечебная трава. Николай, ты чего устроил нафиг, а? Яд накидываю, чуваки, прикиньте, яд, яд кидаю. Так, хорошо, ладно. Снимаю... А, у меня же есть скил, который снимает отрицательный статус. Надо бы его найти. Так, ну ладно. Можем вот так сделать. Мне всё равно сейчас не дамажат, правильно? Сначала одну змею по-быстрому убьём. Николай, блин. 6 урона плюс 5, это 11. Плюс беса закидываем складного. Это ещё 2, 8, плюс 5. Почти убиваем его, кстати, почти убиваем. Поехали. Вот Николай, блин, а? Камень свой кинул. Капец, за каждое прочитение 2 урона получаю. Офигеть, что творят твари. Так, навка. Не, оставим на потом. Не, можем вообще сделать так и вот так, но тогда она пропадёт. Но зато этот чёрт не будет меня бить на 4 хп. Но я на дамажателе 4 прочитением этих заклинаний. Увеличивает количество ключей. О, можем так сделать. 4 урона пропускаю. Получается, пропускаю 2, 4, 6. Она меня бьёт на 4. И у меня остаётся 1 хп. Ну окей, можем. Можем, можем такое себе позволить. 2, 4, 6. 6 плюс 4, 10. У меня 1 хп останется. Поехали. А, ну потом я захиляю себе, кстати, на 2 хп. Вообще выгодно, наверное, иглу сейчас использовать. А потом уже с бафами использовать это и похиляться. И ещё больше хп себе получить. Да, помню, поехали так. Так, хорошо. Юзаем траву. Яд нам не всё ещё действует. А можно как-то снять с себя этот дебаф? Порча. А мы сейчас не можем его убрать. То есть мы в любом случае 1 урона с этого получим. Так, ну можно себя забафать, соответственно. Можно себя захилять, чтобы было 3 хп. И можно себя ещё забафать. Хотя, есть ли смысл ещё раз забафать, чтобы, ну, разменять хп на хп. Правильно, нет смысла, мне кажется. Ключ пока оставим, в следующий раз его заезжаем. Поехали. Всё, яд слетел. Ну, урона. Так, снова на меня яд накидывает. Ну, помню, пусть накидывает на меня яд. Я могу на неё, знаете, ещё сделать? Накинуть порчу, накинуть порчу, чтобы её дымажило. Жест и руду вот так вот накинуть. Всё, ништяк. 2 урона и ещё 6. Будет постепенно её задымаживать. Так, держи порчу, змея. Держи. Николай, блин, камень свой кинул, тварь. Из-за него приходится с этими змеями возиться. Ход нечистая сила. Ну, давай, нечистая сила. Ходи, минус 6. Чё тебе? Покруче твоего дренного яда, да, будет? Так. Ну, я могу просто накинуть на себя дэв, защититься, получить 1 урон и не париться. Наберу новых карт как раз. А Николай пока пятёру ей задымажит. У неё 1 хп останется потом, да. Всё, я могу ничего не делать. На следующем ходу сама умрёт. Я могу похиляться, если есть хил. Хила-то нет, в этом-то и прикол. Хила-то нет. Ладно, получай. Не может быть под влиянием статуса оберег. Оберег это чё? А, оберег, окей, понял. У меня такого статуса даже нет. Ну, всё. Отъезжаешь, чёрт. Порчу, лови там ещё. Порчу 10. Так, нежная набожность. Увеличит получаемую защиту на 3. Он, кстати, прикольно. Лютая. Крепкое слово остаётся за голову. Но это опасно. С ядом яд постоянно накидывает. Крепкая набожность. Ну, давайте возьмём аминь. Может нас баф увеличат. О, новый уровень. Без 5 хп. Так, давайте умение. Можно попробовать... О, можно же прокачать отправку беса на бессмысленную работу. И тогда беса, который нам урон фигарит, можно на бессмысленную работу отправлять. Но с другой стороны... С другой стороны, как бы ключик бы ещё выучить. Это бы ещё выучить, чтобы больше получать бафов. А, третий уровень. Я могу просто увеличить урон в словах на 1. А потом ещё и беса отправить. Да, быстренько себе атаку заблучу. А давайте так и сделаем. Урон на 1 увеличиваем. Увеличиваем. Всё, отлично. Урон увеличили. Так что наши слова будут демажить так же, как и демажили до этого. Фух. Задебафились обратно. Михайловская Ростынь. На этой Ростыне я не... Я на медне прошла посвящение. Сходятся тут и дороги, и судьбы человеческие. Ну, поехали. Михайловская Ростынь. Встречай же меня. Рядом со старыми могилами расположился чёрт. Его взор устремлён в небо. Кажется, он погружён в свои демонические мысли. Заметив вас, он лишь вздыхает. Напасть на него? Но если мы на него нападём, то можем денег срубить, опыта. Ну, можно с ним поговорить. Давай я поговорю с демоном. Ах, это ты. Я помню, как ты летела в пекло. О, нифига. Ишь ты, болтливый бес какой. Ну, эко, Неридаль. А я из пекла вылетел, да тут задержался. Помоги мне найти ответ на вопрос. А я тебя награжу, увекшица. Прикол, давайте, давайте согласись, почему нет. Ну, давай, спрашивай. Ещё ответ я на вопрос. Что на свете три косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. Но что ещё две? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. А вторая что? Ну, смотрите. Язык явно не коса. И правда явно не коса. Но это, наверное, литовка. Я не знаю, что такое литовка. Я бы сейчас загуглил, если честно. Но, наверное, это литовка. Но я думаю, помощь Николая этого, наверное, не знает. Давайте. Язык точно нет, но он вообще на косу никак. И правда тоже, ну, может, можно. Я не знаю, литовка. Чисто, бедно, исключение. Косой? Что это? Традиционное название большой русской косы, которую срезают траву. Ну, я этого не знал. Я просто использовал метод исключения. Чистая игра на логику. Я... Первые два варианта вообще никак не подходили. Ну, первый и третий вариант, если быть точнее. Изи. И то верно. Это вторая коса. А третья коса где? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. Вторая литовка. Что же третий зовется? Ну, речной мыс, наверное. Потому что война и сон опять... Ну, это просто... Ну, я не знаю. Пока очень просто, чуваки. Я не знаю, ну... Сон и война вряд ли можно называть косой. А вот речной мыс можно называть косой. Ну, типа, я не знаю. Ну, логично звучит. Ну, если я обосрусь, шокики, камнями не кидайте, пожалуйста. Длинный мыс на реке косою зовут. Да и у Камы приток такой есть. Угу. Точно. Как я-то не догадался. Ишь, знатка ты. Возьми вон. Нифига себе. Нифига. Класс. Блин, да это лучше, чем с ним драться. По-моему, за драку дают меньше опыта. Ну, а мне в пекло пора. Да еще и траву тратить на драки эти ваши. Демон исчезает во всполохе пламени. Опа. Остается лишь продолжить. Слово остается заговоре. Один ходовый оказывает Ленин. Другие слова, например, склады. Прикольно. Крепкая берега. Увеличивает ты в начале входа. Оооо. Бабчик на урон. Егорий, батюшка. Егорий, батюшка. Принимаем тебя к нам. Егория, батюшку берем. Так, хорошо. Дальше у нас здесь, смотрите, есть знахарка. Перехожая. Или же можем в деревню. Ну, я на сайт квеста будем выполнять чего-то. Так, э-э-э. Что это, травки? Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. Бабушка, ну, показывай, что у тебя там есть. Еман, цена у вас в магазине, я 111 рублей. Капец, цена. Поглощает урон, увеличивает урон на 3. Ну, я вам пока, если честно, ничего не брал. Ну, типа, хилки, возможно, бы накупил. Ну, блин, слишком дорого, чего-то. Хотя, с другой стороны, куда мне деньги тратить? Артефакты могу продать нифига. Блин, дорого, дорого, вечную защиту на хода на 3, хилочки по 12, уничтожает защиту у противника, блин, такая дорогую траву я потратил тогда на ДБС, это ё-моё. Но это звучит неплохо, ладно, давайте пока не будем ничего покупать, потому что, ну, пока я не знаю, какие цены норм, не норм, куда можно ещё деньги тратить, мне кажется, будет ещё, может, на артефакты можно будет деньги тратить, я бы лучше в артефакты посмотрел, чё как. Деревня Езова, в этой маленькой деревушке, на речке Цыновке, хорошие души живут, часто к нам с дедом Егором за советом заглядывают, не было ещё такого, чтобы кого-то попортили, портить в Россию, нифига себе, ну, класс. Перед вами вырастают останки сгоревшей избы, все брёвна почернели, часть строения обвалилась и уже поросла мхом, только белёная печь светится в лунном свете, она пережила даже пожар. Так, хорошо, давайте осмотримся снаружи. Вы обходите дом по заросшему высокой травой огороду. Внутри темно, и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвеца. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. Войти внутрь. Вы делаете несколько шагов внутрь избы, внезапно раздаётся хруст, и одна из прогоревших досок падает на вас. Капец, минус 5 хп. Сложно сказать, кто жил в этой избе. Вы вступаете внутрь. Кажется, в воздухе до сих пор висит запах гари. Теперь вместо крыши звёзды и еловые ветви. Внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт. Прочитая молитву, не хочу задраться ни с кем. Мало хп. Мало хп. О, берём. Вы забирайте его себе. Накладывает 5 на первом ходе. Капец, у меня хп нет, надо бы травы захавать. Ф использовать. Ну ладно, 17 и 19 не так уж плохо. Накладывает 5 в первом ходе, накладывает 3. 8 в первом ходу, то есть я буду защищаться нормально так. Хорошо. Так, погнали Троицкую церковь. В Вильгардской церкви всегда можно Богу помолиться, до сил набраться. Хороший там священник служит, не взяточник, не чё, да и не особо пьёт. Нормально. В отдалении виднеется приветливо горящий огонёк. Вы идёте на этот свет и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Внутри тепло и уютно. Пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами. Вскоре вы слышите спокойный голос. Приветствую, батюшку. Чувствую, непросто тебе было добраться до церкви-то нашей. Непросто. Прочесть молитву. Давайте прочитаем молитву. Вы шепчете молитву и переводите... Блин, зачем я траву использовал, я мог здесь захиляться. Но я же не знал, купить что-то можно. Опа, чё продаёшь, дед? А, так, кстати, смотрите, я тут нарисовал значок травы, значит это скорее всего трава, да? Это одноразовая штука. Это тоже трава, святая вода. Порща, здоровье, они наносят урон. А это уже артефакты, это всё артефакты. Давайте посмотрим, на чё у нас хватает. Ну, можно что-то продать. Усиливает статус молитвы, плюс один, увеличивает благословение в начале хода на один. Усиливает статус набожность, плюс два, увеличивает получаемую на два. Усиливает статус наличности белый, увеличивает эффект складности белых слов. Ну, это, кстати, крутая тема. Так, ох ты, нифига себе, лампада. Я лампаду, наверное, куплю, плюс два урона. В начале хода я сразу же получаю баф на плюс два урона, это вообще крутая тема. Усиливает оберег в начале сражения. Ну, такое себе, плюс один. Уменьшает мучение чертей. Давайте купим лучший баф, я покупаю бафчик за сотку. А, дам я, наверное, свечи. У нас есть пять, тройка уже не нужна, свечи пока. Все, класс, назад. Батюшка, ну, с тобой больше нечем говорить, батюшка, давай, увидимся. Так, где мои вещи? Закидываем сюда урон. Ну, класс, видите, у меня есть баф урона. Ну, я неплохо уже затарился. Ведь не зря траву не покупал. Сейчас бы траву купил, и не хватило бы вот на эту вот вещь-то хорошую. Кривой Лог. Лог этот, как литовка изогнут. А того и называется. Случаев там много было всяких с лишним, да, чё, да. Место недоброе. Погнали. Вы подходите к зияющему чернотой обрыву. Сухие кусты торчат из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы осторожно заглядываете вниз. Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Чё это значит? Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Против огненного шара, наверное, молитва не поможет. Бежать от шара тоже, наверное, сложно. Поэтому защитный заговор. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает и лес вновь. Чё за локацию? Наверное, было молитвы читать, да, чуваки? Передись гниющий мост через исхудавший приток Колвы. В лунном свете вы различаете чей-то силуэт на той стороне. Дивигайся, ну да, не приблизимся. Вы делаете несколько шагов в сторону силуэта, но он растворяется в предрассветном мареве. Мороз пробегает по вашей спине. Капец, ну 50 опыта дали, неплохо. Так, можем сразу же на баньку пойти, а можем посадить квестом. Наверное, я всё-таки посадить квестом пойду. Орловская курья. Курья – это старое слово пермятское. То же, что и старица. То есть русло речное бывшее. Через него можно добраться до старых бань, да только не зная, что на дороге ночью повстречаешь. Окей, погнали. Ночные путешествия не всегда удобны. Во мраке можно наткнуться на нечисть. Так происходит и сейчас. Вы выходите на уснувшую поляну, где из самовара пьёт чай зловредный дух. Он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию. Ну, если это зловредный дух, то согласиться с ним... Соглашаться с ним на чаепитие, мне кажется, это ошибка. Можем на него напасть. А может помощь Николая попросить? Может, хоть в этот раз Николая не заруинишь, а? Ваш друг не привык любезничать с нечистым. Он закатывает рукава и устанавливается... Да бесполезный! Понятно. Так, конечно, для полного почтения заговора. Ох, Невига 19, всё равно за три хода фигачит, да? То есть, я должен победить этого чувака за три хода, правильно? Удар на отмашь сюда. Порча. Порча его зафигачим просто. Уразы. Снимает положительный статус. Ну, да. Смотрите, я сейчас на него бью пять. У него минус пять. Потом на него порчу накидываю, да? То есть, ему фигово. Но он 19 урона может нанести. Это будет вообще очень больно. Надо ему как можно больше ещё демиджа нанести. Пять урона наношу сейчас. А, я же под бафами ещё, ё-моё. Нафига себе. А может, тогда не порчу кидать, а типа уразы на него повесить? Порчу могу в следующий раз нафигачить. Шесть, пять. Это 11. Да, следующую порчу в следующий раз накину. 11 плюс 5, 16. А там дальше уже посмотрим. Главное... А, я смогу снять с него защиту травой, если что. Ну, поехали. Пробуем так. Шесть. И, ну, смотрите, баф-то урона работает реально. Всё, шесть хп у него. Порчу на него повешу, потом он тупо от порчу умрёт. А этого сейчас будем фигачить просто. Порча, у него три хп. С порчей он тупо сдохнет. Отлично. И фигачим этого пацана. Ну, нет смысла что-либо предпринимать, поэтому просто чиним. Благословение закончилось. А ты отъезжаешь, чел. Так, что делает чувак? Атакует меня просто, да? Ну, чел, поздновато ты подходился со своими атаками. На всякий случай накину на себя деф. 8 хп, 12 урона. Всё, пока, отъезжаешь. Читы я бы не хотел предложить, да? О-о-о-о! Снимает негативный статус. Или мы всем противникам по три урона. Я даже не знаю. Очень крутые скиллы. А-а-а-а! Всем по три. Плюс 8 рублей, плюс 220, придём это продолжить. Так, озеро Котежильское. В лесу неподалеку от Котежильского озера ребята с Винкерта видели странную поляну. Говорят, ямы там кто-то вырыл. Может, искали что? Стоит проверить. Погнали! Мрачные еловые ветви раздаются в стороны, и вашему взору предстаёт поляна, усеянная старыми заросшими ямами. Вы подходите ближе и заглядываете в одну из них. Луговые травы свисают кудрями в развернутый зев провала, из которого пахнет могильным холодом. Бог знает, кто и зачем их вырыл. Блин, не знаю, стрёмно смотреть эти ямы. Что делаем? Что делаем? Да пофиг, нафиг эти ямы. Не знаю, здесь прямо картинка такая стрёмная, меня прямо картинка отпугивает. Как будто бы... О! Усадьба какая-то появилась, раньше не было, погнали. Усадьба Запольских. Рядом с усадьбой богатого мужика Запольские образовали своего рода... Деревняка, пока название не дали, так как зовут по фамилии. Запольских, так себе название. Погнали, сходим. Вас окликает знакомый голос. Молодёжь собралась на вечерние посиделки, хоть сейчас и неподходящий сезон. Подойти. Вася, привет! Знаю, времени у тебя нет, но давай с нами хоть одну песню спой, как в давние времена. Согласиться. Ай, ладно уж, но только одну. Вы садитесь на завалинку и растворяетесь в тягучей песне. Не-не-не, нафиг, всё, спасибо, послушал вашу песню. Так, банька на берегу. В баньке часто случаются пожары, топят их по-чёрному, потому выстроены они на берегу реки. И сейчас тут и заброшенные появились бани в путь. А куда я, куда я, слышишь, я в яму в ту не хочу идти. Ну, видели, куда я по карте пошёл, куда я опять сюда пришёл, что-нибудь. А, не, вот и банька, да? Так, ну что ж, погнали. Николай, поблагодарите. Надо сначала траву надо всё собрать. Видать, это как будто воду держали, окей. Травы есть у вас здесь? О. Нифига себе. О, это ещё трава, смотрите-ка, есть. Так, хорошо. Что такое, колва? Тут река здесь шибко-широкая, окей. Так, 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 есть ещё трава где-нибудь здесь. О, баня. Вот она, та старая банька. Сколько всего повидал это за жизнь свою. О, трава. Так, хорошо. Тогда ты встречался с Николайом, надо потрещим. А я думал, без травы, без мази, которую я не отдал. Черт, и портят людей, а люди их даже не видят. И тут враги. Спокойно-то нынче не поживёшь. Я всё думаю. Почему нечисть на меня напала? Точно до меня кто здесь ходил? Ну, во-первых, ночь. Нечисть в это время сильна. А ещё, почему Николаю явилась нечистая сила, когда он пришёл в баню? Ну, перекреститься нужно перед церковью, это я точно знаю. Ну, я просто как-то раз ходил в церковь, чуваки, да? Вот. Ну, мне кажется, не напросился, наверное, в баню надо напроситься. Ну, просто я не слышал ни разу, что кто-то перекрещивался перед баней. Это типа логично. Банники церемонная ошибка. Небось, не напросился тогда? Нет, так зашёл. Окей. Вот тебя нечисть и заметила мигом. Ванька просела. Дверь, думаю, из-за этого заклинила. Тебе силушки не занимать. Отворяй, иди. Ну, окей. Я эту дверь отворю. Может, подождём, пока синий огонёк погаснет? Ммм... Ну, мне кажется, я уже всё забрал с локации, да? Поэтому давайте войдём... Ага. Отворяй давай. Нифига у него нос. Смотрите, какой у него нос смешной. И у неё тоже нос смешной. Ну да, в 3D-анимации, конечно, здесь немного графин подводит. Ну, пофиг. Знаете, это вообще пофиг. В диалогах очень стильно. Так. Полок, Николай. Чё, вот есть трава какая-нибудь? О, свеча, чё, зажигал? О, у них глаза, зажиги свечу. Полок. Все полки уже прогнили. А это... Так, травы здесь нигде нет. Я по углам по всем пробежал. Пробежал. Вроде ничего нет, да? Николай. Пусти меня, байник-хозяюшка, погостить в твоём доме. Повторяй, Коля. Пусти меня, байник-хозяин. Сейчас надо нам понять, что делать с твоей чертовкой. Она, небось, дожидается нас. Не зря тут синий огонёк горел, покуда не вошли. Ага. Вот мы её призовём и расспросим. Давай. Давай, тут ты, смекалистей. Сначала подготовимся. Так, расспросим печь. Чё, ждём круги, загарочная. Давай, расспросим печь. Чтобы банница узнала, что мы здесь, печь натопим пожарче. А тот камень, что ты стащил, на место положь. Давай-ка три растопи. Я подразучился, пока в армии это был. Да ну, ладно. Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть. Ну, думаю, это твоя невеста не шибко злая. Уж лучше начертить, Вась. Как готово всё будет, встанем в круг. Заговор я прочитаю особый. И тут чертовка-то и явится. Окей, 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 давай. О, знатка ты, Вася. Ой, Кисма, открыть тебе баночку. Котик пришёл, чтобы я открыл ему баночку. Котик, смотри, вообще легко это просто. Да почему я, я не очень долго открывала. Так, вот и всё, что нужно сделать. Пора за работу. Так, начертим круг. Может, всё в правильном порядке нужно делать? Да, не, вроде не наш. Так, каменка. Зажгли печь, погоди. И заговор вроде прочитать, да, нужно? Круг начертили, баню растопили. Заговор прочитать. О, пора? Пора, Коля, пора. Я заговор читать начну. А чёрт блазнить будет. Окей, давай. Боишь там спросить? Я, может, предупредить его, чтобы за круг не вступал? Что-то испарено у тебя. Неужто баня жарко натоплена? Смотри, если за круг выйдет... Ладно, ладно. Стоять буду. А чё, почему пропустился диалог, Холл? Ну, пора. Байник, хозяюшка. Приходи помыться, попариться. Нифига себе. Ээээ, мать, 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 остановись нахрен. Капец. А, ладно, фух, не так страшно. Стойте, не убегайте. Выслушайте меня. Банная невеста. Иисусова войска. За круг ни шагу. Сейчас я с баницей-то этой потолкую. Погодите. Может, выгляжу я похожа, да не нечисть я, а простая девка. Че, ты гонишь? Простая девка, а лица нет. Девка, говоришь, простая. Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистая обманывает? Что же это за существо? Так, ну... Чертовка из пекла выглядит сразу же откидывающим вариантом. Либо банница, либо подменённая. Мне кажется, нужно почитать что-то. Ну, почитать, потому что здесь я не... Ну, без понятия. Так, изба, вот баня. Баня почиталась в чердане, как одно из самых важных мест усадьбы. В ней мылись, рождали, гадили, ворожили, лечились, стирали. Баня приносила здоровье. Она была одновременно чистой и нечистой. В ней после родов оставалась родильная грязь, которую нужно было вымыть. Окроплять святой водой. Нифига себе. В бане молодёжь устраивала святочные посиделки и игры. В ней создавались будущие пары. Если девушка во время довольно жёстких святочных игр не защищала никто из парней, она опускалась в предбрачной архии низко, на уровне старых девок. Ага, окей. Это всё, что мы хотели рассказать. Я думал, здесь что-то интересное будет. Изба. Изба один из самых сильных. Обычно она складывается. Ритуал под красный угол. Расположены печали. Для предметов это понятно. Здесь мы что-то пробаним. Бесы на мельнице, как мельнице. Ничего интересного. Банники. О, бахни, баники. Пареньцы не первые, третий же пьяным. Нужно было правильно. Так, ну, вещь же, камни поизбечаются. Это я уже читал, да? И в итоге могли испортить. Мать или подменить. Ага, во. Нашел. В бане часто рожали, и духи могли испортить мать, или подменить младенца на голик, веник. Или, может, подменили реально, может, подменное. Давайте подменное опробуем. Раз ты не нечисть, значит, тебя банница подменила. Обдириха. Банница, дух, живущий в бане, под полком, может содрать с человека кожу. Отсюда название. Обдириха. Банница, офигеть. Да, верно, верно. Долгонько я была в мире нечисти. 18 годков. Тоже походить на них стала. Я-то мало еще была, и мылась с матерью в бане. Че ты сделала, не помню уж. Так она и сказала, черт тебя понеси. Вот черт тебя понеси. Меня сразу обдирих ты забрала. Капец. Вот это бет, прикиньте. Вот это бет. Че там за инфа, обдириха. Будем знать, обдириха есть инфа, хорошо. Сейчас на вас одна надежда. Помогите. Ну че, поможем, наверное, да? Или че? А была где 18 лет. А где ты была все это время? По баню. Где топлена, туда и ведут. Жесть. Сейчас тут вот живем. Тоже в бане. И после этого половина русской молодежи жалуются, что у них плохая жизнь. Обдирихи на вас нет. Банницы, понимаете? А знаешь, что про нечисть Осиновую? Не слыхала. Да могу у банницы разузнать. Да, давай. Давайте поможем я на у банницы разузнать. Как нам тебя вызволить от нечистого? Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Принесите мне опоязку хорошую. И крест на тени. Да и имя найдите. Фига квестов накидала. Крест, имя и опоязку. Это че за... Тогда обдирихи-то и придется меня замужем. Да, окей. И парень не сплошает. На тебя вся надежа. Ладно, коли обещал, так вызволю. Фига, Коля, мужик, смотри, яйца есть. Я бы обосрался. Что за крест тебе нужен? На меня не всякий надень. Больно давно я с нечистым живу. Вот и крест мне надо такой, что окаянный носил. Лишь задача какая. Это где мы такого черта богомольного отыщем? Ох, не знаю. Подруга твоя знаткая. Так уж придумайте чего. Опоязка. Опоязку-то где взять? Опоязка тоже нужна непростая. Капец. Все непростое надо. Сплести ее. Должна колдунья умелая. Понял. Имя? Мы имя-то хоть сейчас тебе придумаем. Нет. Так не годится. Капец. У нее что не задание, так какой-то супер уберквест на 10 тысяч часов. Имя должен священник по святцам дать. А, ну окей. Свят, книга содержащая имена святых, привязки к календарным дням. Нифига себе. Они выбирали имя ребенку. То есть прикинь, родился имя и теперь ты, не знаю, там, пенек. Родился там в определенный день. Там, ну, условно говоря, 17 какой-нибудь там марта и все. Пенек. Типа, нормас. Поможем тебе. Роднуш, поможем тебе. Не бросать же душу христианскую. Да и жених у тебя есть. Поможем уж. Ну, а жених у тебя есть. Калян чисто в баньку сходил. Девчонку себе нашел. Ну, я если, в принципе, ее отмыть, волосы покрасить, шмотки нормальные дать. Я думаю, она, в принципе, будет хорошо выглядеть. Ну, типа, смотрите, фигурка-то у нее ничего такая. Спасибо. Принесите мне крест, что нечистый носил. Имя да опояску. Векшицы наговоренные. Кажется, петухи первые поют. Пора мне обратно. А вы приходите с гостинцами, я ждать буду. До встречи. Чертовка забирается обратно под полог и исчезает в черном пламени. Вы же отправляетесь обратно в избу деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. Так, ну что ж, дорогие друзья. Походу мы с вами получили какой-то Трайхард квест. Даже не один, а целых три. И в следующей серии мы постараемся с этим разобраться. Коняну, так сказать, невесту замутить. Да, ну а пока что на этом все. С вами был я, Дэмастер. Надеюсь, вам нравится эта игра. Мне нравится, вообще крутая игра. Геймплей интересный, повествование, история очень крутая. Как давно я не играл, на самом деле, в такие вот, знаете, игры, в которых повествование такое прикольное. Необычное, единственное, что, конечно, графин, ну, пофиг на графин, типа, стильная рисовка, мне нравится. Особенно, когда персонажи разговаривают, вообще очень красиво. Но когда вот эти вот 3D носы, конечно, у них, да, это плохо. Вот эти 3D носы, это вообще ужас. Носы меня бесит у этих персонажей. Ладно, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok